Одесса 25 ноября 2022 года. Ночь с 24 на 25 ноября в Одессе прошла спокойно напряженно, сигналы воздушной тревоги, канонады работы ПВО и ракетных обстрелов в Одессе и области не было. Положение с электроэнергией в Одессе начинает потихоньку улучшаться. Свет появляется уже в отдельных районах Одессы. Его, правда, дают, конечно, дозированно на небольшой промежуток времени, там 2-3 часа, но, тем не менее, свет начинает уже появляться. По водоснабжению. Вода есть практически во всех районах города. Мне воду дали еще 23 числа поздно ночью. Мобильная связь есть, но не везде. Есть районы города, где ее практически нет. То же самое с мобильным интернетом. Где есть мобильная связь устойчивая, там есть и мобильный интернет. Интернет кабельный. Если у вас есть свет, обычно у вас есть и кабельный интернет. Если у вас света нет, естественно, у вас нет и интернета. У меня дома света нет уже полтора дня. Его дали вчера 24 числа с 12 до 3 часов дня. И пока света больше нет. Общественный электротранспорт не работает у нас в Одессе с 23 числа со второй половины дня. Ни один маршрут электротранспорта не работает. Работают только исправно и хорошо маршрутные автобусы. Продуктовые магазины в Одессе работают сейчас практически все. Если 23 числа часть этих магазинов не работала, потому что у них не было резервного электропитания, то уже 24 работали практически все. Если 23 были какие-то безумные очереди, люди набирали какие-то продукты, консервы, особенно воду брали, потому что не было водоснабжения, то вчера уже как бы ситуация была очень-очень в этом отношении спокойная и обычная. В общем-то можно сказать так, что ситуация в Одессе начинает понемногу улучшаться по поводу работы моего канала. Как только ситуация позволит регулярно выкладывать ролики в YouTube, я продолжу это делать. Вчера у меня был готов ролик, но я не смог его выложить, потому что у меня на работе были проблемы с интернетом. Вчера поздно вечером эту проблему вроде бы удалось решить, но наше предприятие заключило договор уже с другим интернет-провайдером, у которого есть резервные генераторы и который сможет обеспечить нормальную работу интернета в таких экстремальных условиях. У меня большая просьба ко всем моим подписчикам и гостям канала, ко всем, кто смотрит мои ролики регулярно. Ребята, я вас прошу, вас немножко потерпите, проявите понимание. Ситуация такая непростая, ситуация экстремальная, но тем не менее в этой ситуации я буду пытаться все равно регулярно выпускать свои ролики. Я вам это обещаю, я это дело не заброшу. Примите слова самой искренней благодарности за вашу поддержку в адрес моего замечательного города и моей любимой родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всего самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok